Доброе утро! Здравствуйте! Я зовут Пикита. Здравствуйте! Александр Юрьевич, сегодня едете на прием граждан? Ну, как и по республике обещал. И как завещал, едем на общественном транспорте? Сегодня Симферополь, да. А в этой части уж точно ничего нового нет. Все студенчество. Лично автомобиля не до сих пор, велосипед. Отлично! Вы предпочитаете на каком транспорте добираться? На троллейбусе, маршрутке? На троллейбусе, троллейбусе. Во-первых, в случае, не дай бог, ДТП, а троллейбус гарантированный победитель. Во-вторых, он мало-мальски системен. Остановка регламентирована и так дальше. Потому что, когда водители Богданов ожидают своего последнего пассажира с 13 рублями, 5, значит, по-моему, вот, это не может не вызывать раздражения от троллейбуса. Надо подготовить деньги. А я дома запасы уже, да. За рулем женщины. Как вы, кстати, относитесь к женщинам за рулем? Я не имею права об этом судить, поскольку сам, получив права в декабре 2013 года, пользуюсь их крайне редко. И то так по сельским проселочным дорогам. В Николаевку ли проехать или в родной Нижнегорск. Поэтому... Ну, поехали, проедем на площадь Ленина. Нас просто не подпускают. У вас точно билеты? У нас точно билеты. Граждане, с нами сегодня едет глава Госкомрегистра Крыма Александр Юрьевич Спиридонов. Жилой дом у течи в Комсомольском. Ну, там сказали, что жена меняла фамилию, поменяли, привезли справку, отдали и с концами. Ссоров Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, ну, так не бывает, что совсем уж не сказали. В бумажном виде... В первый раз вообще ничего не сказали. В бумажном виде пишется причина отказа. Вот видите, как вам повезло. Не говорите. В троллейбусе попали на прием госслужащего. Большое спасибо. Что повезло. Хоть что-то разъяснили. О, это хорошо. Это именно дом, да? Да, дом, дом. Честный дом. Если можно... Можно вопрос? Да, можно вопрос. Можно вопрос. Документы. Месяц пролежали, никто даже не позвонил, ничего не сказал. Почему оставляем телефоны и людям не прозванивают, не говорят? Фамилия имевшего матери? Орехова Наталья Петровна. У меня мама живет в селе Строгановка. Документы... Раньше это называлось Строгановка. Сегодня она вдруг стала Строгановка. Вот. Да, это интересно. Да, не совпадают документы. Ни паспорт с их паспортом. Надо ли переделывать технические паспорта именно... При изготовлении... Они же на русском языке. При изготовлении уже выписок сейчас с нами. Вот. Мы вписываем, ясное дело, выбираем в системе только тот адрес, который есть. Это наше рабочее место сегодня. Недолго, правда. Я живу в Перевальном. У нас тоже такая проблема. Раньше у нас было Перевальное, теперь у нас перевели нас в Чайковского. Ага. Что это такое? Сейчас мы временно расстанемся. Ваше имя, отчество, номер телефона и адрес, по которому вы приватизируете. Где участвует? Нина Ивановна, кого из государственных служащих еще нужно бы посадить в троллейбусы общественный транспорт, чтобы проблемы людей решались? Ой, я же лесной человек, особо не бываю в городе. Александр Иванович, ну как вам в троллейбусе? Необычный опыт. Проблемы должны решаться исключительно системно, а именно через выработанную устойчивую и понятную нормативно-правовую базу. Это маломальски обеспечили через достаточной численности трудовой коллектив, который не уклоняется от работы решения проблем. Поэтому это, так скажем, надежные союзники в лице, прежде всего, органов местного самоуправления, поскольку, да, переименованные улицы. Ну понятно, Александр Иванович, как считаете, такой опыт еще можете повторить? А он думает, чем-то отличается принципиально, кроме... Не знаю, вот глава Крыма порекомендовал чиновникам проехаться на общественном транспорте. Вот мы сегодня с вами проехались. И успели за четыре остановки, точнее, за три остановки, ну хотя бы поговорить с четырьмя крымчанами. Это все-таки лучше, чем ничего? Ну, поэтому глава республики акцентирует внимание на том, что мы едем, идем к людям. Александр Иванович, вот скажите, вот проехали мы с вами на троллейбусе, вы на работу обычно на чем добираетесь? Ну чего, греха стоять в основном служебный автомобиль, хотя есть опыт добираться и на спортивном велосипеде моем. Одна беда, штанина потом правая плохо выглядит, а не можешь все все равно... После троллейбуса будут обе штанины плохо выглядеть. Вот помимо велосипеда, каким еще спортом или чем еще увлечены? С транспортом, кстати, мы угадали, да, и доехали оперативно. Кстати, да, приехали даже заранее. Вы как рассчитывали? Мы в пробках надолго должны были застрять, по вашему усмотрению? В этой части же троллейбус, король пробок. У него такой гудок, что он все разгонит. А в Симфероболе почему-то день на день не приходится. Александр Юрьевич, хотели спросить еще у вас. Вот вы активно и самостоятельно, насколько можно судить, ведете свои социальные сети. Это личная инициатива? По грамматическим ошибкам судите, я стараюсь это исправлять, если обнаруживаю. И тем не менее, это личная инициатива или все-таки тоже какая-то, может, как указка? Страничка в Фейсбуке, в Одноклассниках, у Иоанна сейчас удалена ВКонтакте, да, уже много лет. Вот просто по мере работы на том или ином поприще, да, освещаю различные вопросы, да, во времена русского единства, русской общины. Этот аспект сейчас стараюсь, разбавляя, да, личным я все-таки по натуре экстраверт, даже когда не выпью, соответственно, открыт для общения. Немного удивляет, когда полдвенадцатого ночи тебе пишет незнакомый человек и поторапливает с ответом, конечно, вот. Но в целом, издержки работы нам за это платят, и это наша ответственность. Слыхали когда-нибудь, что вас называют госслужащим 2.0, ну, так сказать, чиновником нового поколения? Бьете в соцсети, катаетесь на троллейбусе, занимаетесь спортом, ходите там пешком по городу. Ну вот, ближе к народу, казалось бы, некуда, во всяком случае, сегодня. Только премьер-министр Канады, вы на это намекаете? Ну, носков у вас, я надеюсь, таких нет с Чубакой, но, тем не менее. Ну, прикольно, во-первых. Во-вторых, действительно были правы люди, те, кто сообщали, что это, так скажем, вторично влияет на результативность. Но без привлечения интереса к проблематике, даже через не совсем стандартных представителей отрасли, ведомства... Мы с вами сейчас идем, вы обратили внимание, как люди смотрят на нас? Как считаете, из-за чего это? Красный цвет микрофона. Привлекательный. Все всегда смотрят на съемочную группу, да. Потому что я, когда один иду по улице, обычная реакция с кем-то кивками здороваешься. Абсолютно большинство не узнает, поэтому это вы привлекаете внимание. Как считаете, кто еще сегодня из государственных служащих повторил ваш эксперимент, о котором просил глава Крыма? Ну, кого сегодня поругают, в 18.00 на итоговом, тот, значит, все-таки дерзнул не повторить. А так все. Мониторинговые мероприятия. Я персонально оценил работу троллейбуса. Как вы ее оценили? Отлично. Опять же, мы убедились в том, что дорожное покрытие на отрезке больницы Семашка, Куйбышевский рынок, центр хороший. Ну, слава богу, ехали по центральным улицам. И контролера нет. Действительно, в салоне такая обстановка общественного доверия. Александр Юрьевич, ну смотрите, мы уже пришли, провожать мы вас не станем. Напоследок вопрос. Вы как считаете? Как считаете? Сколько людей сегодня придет к вам на прием? Я полагаю, 15-20 человек мы гарантированно примем по существу. Плюс есть много смежных вопросов. Приватизация, та же выделение земли. Мы коллегами, я думаю, в складчину еще решим. Сегодня мы вместе с вице-премьером Михаличенко Игорем Николаевичем работаем. Он курирует взаимодействие с судебно-правоохранительными органами. В этой части тоже защита прав и законных интересов граждан всегда требует... Ну мы желаем вам успеха сегодня и благотворно потрудиться на благо граждан. Всего наилучшего. Все, спасибо. Сголовьи. Вот так сегодня мы и интервью небольшое взяли, и чиновников хотя бы чуть-чуть нас сделали ближе к народу. И людям помогли. И людям, я надеюсь, помогли. Уж точно можно пойти и спокойно выпить чай.